В июне 1941 года, через несколько дней после нападения Германии на Советский Союз, Иосиф Сталин был готов пойти на огромные территориальные уступки ради заключения мира с Гитлером. Как утопающий, цепляющийся за соломинку, Сталин полагал, что еще не поздно все остановить, превратить в ограниченный инцидент на границе и убедить всех в необходимости нового Брестского мира. Да, позорного, но необходимого для спасения страны. Из объяснительной записки руководителя особой группы НКВД Павла Судоплатова в Совет Министров СССР от 7 августа 1953 года. «Через несколько дней после вероломного нападения фашистской Германии на СССР я был вызван в служебный кабинет бывшего тогда народного комиссара внутренних дел СССР Берия. Он сказал мне, что есть решение советского правительства, согласно которому необходимо неофициальным путем выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановит наступление немецко-фашистских войск. В этой связи Берия приказал мне встретиться с болгарским послом в СССР Стаменовым, который, по сведениям НКВД, имел связи с немцами и был им хорошо известен. Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым четыре вопроса. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Что Германию устроило бы? На каких условиях Германия согласна прекратить войну? Что нужно для прекращения войны? Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек? Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Откуда у Сталина была уверенность в том, что, получив отступные, Гитлер оставит его в покое? А вот откуда. Накануне войны в потоке поступавших в Кремль разведдонесений было одно прелюбопытное сообщение от источника лицеиста. Оно легло на стол Сталина 25 мая 1941-го. Германский план войны с Советским Союзом разработан самым детальным образом. Максимальный срок войны – 6 недель. За это время Германия овладела бы почти всей европейской частью СССР, но правительство в Свердловске не трогало бы. Если Сталину после этого удалось бы спасти социалистический строй в остальной части СССР, то Гитлер этому не мешал бы. То есть Гитлер предлагал Сталину убраться за Урал, а Сталин, соответственно, был готов пожертвовать своими территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Справедливости ради стоит сказать, что Сталин предпринимал несколько попыток договориться о сепаратном мире с Гитлером в течение всей войны, предлагая Германии огромные куски территории. Например, в 1943 году Иосиф Сталин через Токио предлагал Берлину уже всю территорию Украины, а также Беларусь. Эти стыдные страницы истории Сталину хотелось бы забыть, ведь после окончания войны генералиссимус был авианславой, и придворные историки писали «правильную» историю войны, историю его так называемых побед. Но он помнил о том, что тайну его трусости и глубины падения в самом начале войны знали несколько человек, и этих людей необходимо было нейтрализовать. Первым под удар попал бывший советский разведчик и головорез Павел Судоплатов. Такой сталинский демарш испугал Берию. Он понимал, что может настать и его очередь. А кто следующий? Молотов? Наверное, в дальней перспективе Сталин уготовил всей этой кампании плохой конец. Но 5 марта 1953 внесло свои коррективы. Очень странно наблюдать, что сегодня в Российской Федерации возрождается и культивируется миф о «великом» Сталине, якобы победившем немецко-фашистскую Германию. Миф о том самом Сталине, который готов был трусливо отдать Гитлеру всю европейскую часть воюющего государства и спрятаться за Уралом. И если бы не громадная помощь союзников на Западном фронте, если бы не ленд-лиз, и если бы не было сварено в котлах такое огромное количество советских дивизий, то никакой победы не было бы и в помине. Ну а жалкий капитулянт Иосиф Сталин тут вообще-то совсем ни при чем. Продолжение следует...